Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня у нас глава недельная Харей Мод и Тиферат Гвурли в Сферата Омер, то есть в Щёте Амера. Что это означает? Коротко о Щёте Амера. Кто является для тебя настоящим героем? Кем ты восхищаешься? Кто этот человек? Месси, футболист какой-нибудь, Стив Джоург, Гагарин? Кто? Образ еврейского героя в иудаизме – это праведник, цадик. Причём праведник – это не потухшие гряхлые личности, святые от бессилия. Нет, они полны бодрости, но главное – света. От них происходит теплой свет. Если человек греет, это человек правильный. И для чего вообще нужны герои? Мы имеем перед собой образ какой-то. Мы не поклоняемся ему, не дай Бог. Однако он служит для нас источником позитивного вдохновения. Позитивного. Как люди в книгах, так и люди в жизни. И урок этого дня очень простой. Посмотрите, кто ваши герои. На кого вы равняетесь, кого вы считаете положительными. И ваши дети тоже. Если это настоящие герои, являются реальным примером для подражания, хорошо, если нет, поищите других. А Харей Мод и глава Кдашим – это две главы, которые обычно считают вместе, которые много рассказывают о святости, о том, как правильно двигаться в этом мире. И везде это «люби ближнего, как своего себя». А как можно его любить, этого ближнего? Может ли человек вообще заботиться о другом, как о себе? Если бы в нашем распоряжении было только тело, это было бы невозможно. Однако каждый человек имеет и тело, и душу. И смотрит через призму тела. Оно эгоизм, оно подходит к решению вопроса с точки зрения, что мне с этого будет. Если бы наше существование заключалось лишь в эгоизме, то и личную заинтересованность изгнать не получится. Но у нас есть душа. Я расскажу короткую хасидскую историю. Один еврей ехал в поезде, богатый человек, такой люксовский состав, остановился на одной из станций. Зима, наш герой решил покурить, надел пальто, перчатки, чтобы не замерзнуть. Открыл окно, сигара, тогда еще курили. И надо было стряхнуть пепел, он стряхнул, и в это время перчатка упала на перрон. Тут поезд тронулся, какой-то старик, стоящий на перроне, подобрал перчатку и пытался сунуть ее назад в окно купе, но не получилось. И пожилый человек уже безнадежно отставал. Тут наш герой стягивает вторую перчатку и кидает ее в окно старику. Товарищ его спрашивает, как тебе такое в голову пришло? Он очень просто объяснил. Тот человек, который хотел вернуть мне перчатку, но у него не получилось, ему проку от одной перчатки нет, у него не получилось. Я ему кинул вторую, теперь и он доволен, и мне хорошо. Возлюби ближнего, как самого себя. Мы любим себя беззаговорочно и будем продолжать любить себя в любой ситуации. Мы любим свою семью, своих друзей, но как можно любить чужого человека, как себя? А если он причиняет нам вред? И вообще, как можно приказать сердцу любить? У каждого из нас есть две составные, повторяю части. Тело и душа. Наши тела разъединяют, вообще разъединяют нас, противоречат друг другу. Наши тела не могут занимать одно и то же физическое пространство. Один мешает другому в одно и то же время. С точки зрения тела, или я, или ты. Душа имеет совершенно другую природу. Тора говорит, что душа каждого из нас, это частица Всевышнего. И мы все являемся частью единого целого. Вдумайтесь в это, это очень интересная мысль. Поэтому души не могут противостоять друг другу. Души всегда рады делать для других что-нибудь, потому что они не эгоистичны по сути своей. Тело эгоистично. Душа всегда бескорыстна. Что для каждого из нас является основой жизни? Тело или душа? Это очень важно посмотреть. Это зависит от того, как мы смотрим на самих себя. Если мы осознаем себя как тело, то тогда все, что у нас есть, это наши корыстные интересы. Тогда мы не способны делать что-то радовать других людей. Если же мы душа больше, то другие люди являются частью нас самих. И нам будет проще их любить, прощать, даже если они что-то сделали не так. Тора подсказывает нам, как достичь этой любви. Смотри на ближнего, как на часть самого себя. Заметьте, как разумно повел себя вот этот путешественник в поезде. Попав в конкретную ситуацию потери части своего имущества, обесценившаяся, оставшаяся в руках. Он сделал единственный верный шаг. Превратил свою потерю в находку другого. Получается, чтобы дать силу душе вообще, надо быть ближе к духовному источнику, к Богу. Все, что нас к нему приближает, это добро. Все, что отдаляет нас от Бога, это зло. Это очень простая формула. Он был такой рабе Мендели Скотском. И он как-то спросил у своих хасидов, а где живет Бог? И они стали смеяться, говорить, ну как можно такое спрашивать, ведь мир наполнен славой его. Но сам рабе сказал не так. Он говорит, Бог живет там, куда его впускают. В том-то и вся суть вообще всего происходящего. Бога надо впустить. Но его можно впустить только туда, где ты сам стоишь, где ты находишься. Где ты живешь, где живешь повседневной жизнью. Если мы свято обращаемся, как сказал один из самых мудрых людей нашего поколения, с нашим маленьким миром, доверенным нам, Богом, если на том малом участке творения, в котором мы соприкасаемся в нашей жизни с миром, мы стараемся помочь самому святому в нас, в душе, достигая в каких-то вопросах, стараясь достигнуть совершенства, тогда мы возводим на этом отведенном нам месте обители для Бога. Тогда мы впускаем Бога в нее. И вообще очень просто каждый раз что-то делать, задать себе вопрос. Было бы Богу удобно в моем доме? Пришел бы он ко мне в гости? Или посмотрев, что у меня происходит, развернулся бы и ушел? И так же и с душой. Хорошо ли Богу в моей душе? Браха вы от слоха, всего самого-самого лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!